Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Мы продолжаем рубрику ответов на вопросы на нашем канале MaxCapital. И сегодня такой вопрос поступил от одного из подписчиков, связанных с тем, высок ли риск в долгосроке, что недвижимость в России, помимо снижения в цене, будет и национализирована. Опять же, для понимания, для понятийного аппарата, что такое национализация. Национализация – это переход объекта недвижимости, когда мы говорим про недвижимость, из частной собственности в государственную. Вообще национализация – это переход из частной собственности в государственную. И когда люди задают такие вопросы, то есть они действительно имеют место быть, такие риски присутствуют. Какое мое мнение по этому поводу? Что я могу по этому поводу сказать? То есть национализация – это перевести объекты недвижимости, коммерческой или жилой недвижимости, в государственную собственность. Вопрос, зачем государству это нужно делать? То есть зачем государству забирать недвижимость из права собственности? Логики в этом, на мой взгляд, абсолютно никакой нет. Риски, наверное, переоценены. И дальше в видео я расскажу, почему такое мое мнение, возможно, оно вас заинтересует и понравится. Дело в том, что недвижимость не только в России, но и по всему миру, очень хорошо администрируется, очень хорошо учитывается, потому что есть государственные реестры недвижимого имущества, которые ведут государственные органы, Росреестр, и, соответственно, там прописываются, кто является собственником конкретного объекта недвижимости. При этом недвижимость – это очень большая доля в активах, в мировых, и государству нужно пополнять собственный бюджет. При этом наполнение доходной части бюджета происходит как раз-таки за счет того, что недвижимость облагается налогом на имущество, которое каждый собственник недвижимости непосредственно выплачивает. Зачем государству резать курицу, которая несет золотые яйца? Если ты национализируешь и заберешь свою собственность, то в этом случае получается, что у тебя уходит объект налогообложения, то есть недвижимость становится государственной собственностью. А государству платить налоги за свою собственную недвижимость, естественно, нигде не будет. Второй момент – это недвижимостью нужно управлять. Ну, то есть, если ты потерял налоговый доход, то ей нужно каким-то образом управлять, сдавать в аренду, а это очень непростая штука. Это требует определенных значительных затрат. Это нужно создавать специальное подразделение, которым этим будет заниматься. И опять-таки возникает вопрос – а зачем? Третий момент, так как, ну, то есть, он вытекает из первого, так как недвижимость очень хорошо администрируется, собственники недвижимости всегда понятны и всегда ясны. Государство прекрасно понимает, что в период, когда у нас была высокая нефтяная аренда, в период, когда у нас был рост располагаемых доходов населения в нулевые годы, очень много людей купили недвижимость. Кто-то купил в ипотеку, кто-то купил сразу, кто-то уже даже ипотеку давно закрыл. Ну, то есть, они являются полноценными собственниками. А тебе бюджет пополнять надо. То есть, у тебя экономика особо не растет, ты зависим очень серьезно оцен на сырьевые товары от международной конъюнктуры, и поэтому тебе нужно стабилизировать поступление доходов в бюджет. И, конечно же, это нужно делать через налоги. И мы видим, что на протяжении последних пяти лет идет постоянное усиление налоговой нагрузки. То есть, у нас повышается НДС, у нас повышается НДПИ, у нас повышаются акцизы на алкоголь, нефть, бензин, табак, ну, топливо. То есть, у нас налоговая нагрузка растет, потому что в этом случае, когда у тебя, ты управляешь своим размером собственных налогов, которые ты устанавливаешь для граждан и предприятий в стране, то для тебя это более стабильный источник поступления доходов. То есть, если цена на нефть может упасть, как это было в 2008-2009 году, там со 140 долларов до 40 долларов за баррель, и у тебя очень серьезная часть бюджета, доходная часть бюджета выпадает, то в случае, если у тебя есть определенное количество недвижимого имущества, где есть конкретные собственники, то в этом случае, если ты устанавливаешь определенный процент от кадастровой стройности и стоимость недвижимости, она не такая волатильная, как сырьевые товары, и показатель этот достаточно стабилен, и поэтому получается, что ты, у тебя могут быть прогнозируемые доходы, и все, что тебе остается, это просто постепенно повышать ставку налога на недвижимое имущество. Зачем тебе в этом случае национализировать, да? У тебя очень много этой недвижимости, она по-прежнему новая строится, и если посмотреть в направлении с недвижимостью, что делает государство, оно, в принципе, стимулирует население покупать недвижимостью. В первую очередь налоговыми стимулами, да, то есть это налоговый вычет на покупку недвижимости, налоговый вычет по процентам по ипотеке, возможность использования материнского капитала на покупку недвижимости, так и дополнительными стимулирующими мерами, которые мы наблюдаем в настоящий момент, это субсидирование процентной ставки банком по ипотеке на первичном рынке. То есть, обратите внимание, субсидирование ипотеки не идет на вторички, то есть то, что уже построено, то, что уже построено, то есть там никакой субсидирование ипотеки нет. Субсидирование идет на новостройки. Почему? Потому что большее количество будет покупать, количество собственников будет становиться больше, количество объектов недвижимости будет увеличиваться, соответственно, увеличивается, по сути, налогооблагаемая база, да, то есть, с которой ты можешь взимать налог на И твоя задача просто постепенно повышать этот налог, что мы в принципе и видим. Сначала это коснулось крупных объектов, торговых центров, коммерческих помещений, бизнес-центров. Но постепенно, соответственно, по мере того, что объемы уменьшаются, потому что это становится неинтересно, нерентабельно, опять-таки, из-за роста налоговой нагрузки, мы видим, что фокус внимания, опять-таки, государства сместился в плоскость увеличения налогов на жилую недвижимость. И оно непосредственно растет. Есть уже принятые изменения в законодательстве. Есть временной период, когда вступят новые законы. Есть понимание, что у нас теперь налог взымается не с балансовой стоимости, а с кадастровой стоимости, которая очень близка к рыночной цене. И поэтому получается, что ты стимулируешь увеличение налоговой базы, то есть количество недвижимости, которое строится, с тем, чтобы у тебя увеличился объем собираемых налогов на недвижимое имущество. Поэтому, опять-таки, если учитывать, что даже если ты национализируешь недвижимость, это, в принципе, никому не нужно, и этим нужно управлять, у тебя будут с этим связаны большие затраты, тебе гораздо проще полностью ввести в правовое поле, чтобы на каждый объект недвижимости был конкретный собственник, которому ты просто раз в год можешь направить уведомление о уплате налога. То есть настроить налоговую систему, если налог не уплачиваешь, автоматически это списывается с доступных счетов, которые, в принципе, налоговая непосредственно видит, владеет и в любой момент может направить исполнительное производство судебным приставом исполнителям и исчислить и удержать данный налог, в том числе, данный исчислив в пени. Вот такая точка зрения по поводу того, стоит ли ждать национализации недвижимости в России. И я надеюсь, оно вам было полезно, ответил на вопросы, если понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что видео будут как минимум один раз в неделю выходить с ответами на ваши вопросы. Обязательно оставляйте комментарии под видео, может касаться недвижимости, может касаться текущей ситуации по рынку, может касаться валюты, будут интересные вопросы, которые заинтересует абсолютное большинство, обязательно на них отвечу. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Пока-пока.